В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани газель сбила школьника на пешеходном переходе. Десять пожарных машин тушили огонь на улице Станкозаводская. Канализационные стоки сливают в пруды Дашковой песочни. Жители микрорайона Дашковой песочни сообщили, что в местный пруд сливают отходы и канализационные стоки. Наша съемочная группа отправилась на место сотрудниками природоохранной прокуратуры. И, к сожалению, опасения жителей подтвердились. Подробнее Марина Комиссарова. Водоемы в районе улицы Зубковой называют Черезовскими прудами. Район спальный. Естественные водные объекты, по идее, могли бы быть прекрасным акцентом и местом отдыха живущих поблизости рязанцев. Рядом находятся больницы, детский садик и школа. Постоянно можно увидеть детей, направляющихся на учебу или обратно. Знают ли их родители о том, какой опасностью может обернуться даже случайный контакт с водой в пруду? Пожелавший остаться инкогнито, местный житель обратился в нашу редакцию, чтобы рассказать о своем страшном открытии. В водоем вот уже много лет стекают фекалии. Непрекращающимся потоком льются прямо в воду, распространяя зловонный запах и неся в себе неизвестно какие инфекции и заразы. Во-первых, рядом расположена перекачивающая кондиционная станция водоканала. Буквально в 20 метрах от забора этого сооружения находятся колодец, из которого истекают стоки. Потом два колодца идут, здесь не течет. И четвертый колодец, из него тоже текут стоки, там шириной где-то сантиметров 80, ну и длиной до пруда где-то порядка 60 метров. И, значит, из первого колодца, там тоже до пруда метров 130, тут уже явно видно, что ущерб нанесен на земле. И после анализов, которые будут отобраны, будет ясно нанесен ли ущерб водному объекту пруду Черезовский. Территория, подвергшаяся загрязнению, довольно внушительного размера. Можно включить воображение и представить, как могло бы быть хорошо, если вокруг Черезовского пруда зеленела бы травка, берег был бы почищен, а тропинки вымощены или посыпаны гравием. И грязный пруд, ежедневно пополняющийся фекалиями из канализации, мог бы стать изюминкой спального района и любимым местом для прогулок местных жителей. Сегодня проводится проверка по сообщению из телекомпании «Город» о том, что в черте города идут делительные факты излива канализационных стоков на рельеф местности и дальше с последующим попаданием в водный объект. Сегодня мы с участием социалистов Министерства предупользования Рязанской области и местными жителями обследовали часть обозначенной в обращении территории. К сожалению, доводы, изложенные в жалобе, подтвердились. Здесь мы четко в настоящее время ощущаем органолептический стойкий запах неочищенных фекальных сточных вод, которые по рельефу местности, если мы обратим внимание, попадают в это озеро. Проверяющие обратили внимание и на бытовой мусор, который в огромном количестве валяется вокруг пруда. В протокол прокурор занес и эту информацию. Теперь муниципалитет понесет ответственность за то, что должным образом не следит за подконтрольной территорией. А жизнь Черезовского пруда, который в течение долгих лет был заброшен и сейчас скорее напоминает болото, возможно, после прокурорской проверки станет совсем другой. И природный водоем наверняка будет чистым и станет радовать глаз рязанцам. Сотрудниками природоохранных органов контроля будут отобраны пробы воды в обязательном порядке, чтобы определить степень опасности для природных объектов и для жителей города этих сточных вод. Ну а виновные понесут заслуженное строгое наказание. Крупный пожар сегодня произошел на улице Станка-Заводская. Рано утром в 6 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Площадь пожара в одноэтажном кирпичном здании составила 400 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 пожарных автомобилей и 30 человек личного состава МЧС. В Рязани «Газель» сбила бегущего по переходу школьника. Автомобиль наехал на ученика третьего класса на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Интернациональной вечером в среду. Для оказания медицинской помощи школьника доставили в больницу, а тех, кто поспешил переобуть свой автомобиль, продолжает испытывать на прочность и нервы погоды. Так, камера видеорегистратора зафиксировала заносы на марке на федеральной трассе М5 под Рязанью. На записи видно, что легковушку сначала закручивает на скользкой трассе, а затем выносит на встречную обочину, где происходит опрокидывание. Как отметили на видео очевидцы события, после переворота машина встала на колеса. Рязань как туристический центр. Власти разрабатывают маршруты, привлекают инвестиции, даже ведется работа по созданию бренда города. Но символами помимо ВДВ и Сергея Есенина в Рязани становится мусор. Помимо санкционированных свалок, выброшенные пакеты, телевизоры и тапочки можно увидеть в любом месте. А количество выброшенных пластиковых бутылок на квадратный метр, скорее всего, уже превысило плотность населения. В гетто в центре города побывала Анна Герцовская. Происхождение слова «гетто» уходит далеко в историю. В 16 веке в Италии так назывался район, куда сбрасывались различные отходы. Это место грязи, отдельная территория, неприятная для комфортной жизни. Под эту характеристику попадает большая часть Рязани. В нашем провинциальном городе укрепилось мнение, что для создания новых парков больше нет территорий. И для скверов также нет места. Мы решили развеять этот миф. Даже те пустыри, которые можно благоустроить и превратить в сквер, люди продолжают захламлять мусором. Как выяснилось, здесь недавно исчезли мусорные баки. Безусловно, странно, что в городе регулярно уменьшается их численность. Но еще более необычно ведут себя сами рязанцы. Если бы на этом месте они посадили дерево, цветы, кустарники, своими руками сделали бы песочницу, вряд ли ее кто-то пришел и сломал бы. А сажать цветы не запретили бы и представители администрации. Мусор-то никто не запрещает выкидывать. Он лежит, его даже не вывозят. Это вопиющий случай на главной площади. А что делается у стен Кремля при подъезде к пристани? Нет ощущения, что сейчас отсюда вылезет Кикимора болотная. А это, между прочим, центр города. Эта дорога – единственный подъезд к пристани Кремля. Вдоль нее течет река Лыбець, на берегу которой чего только нет. Диваны, телевизоры, бытовые отходы, одежда, тапочки, горы мусора. Вокруг вековые деревья, сломанные ветки, заросли, кусты. Какой-то непроходимый лес, сквозь который виднеются купола. Почему эти дебри, которые летом покрываются большим количеством зелени, находятся в таком состоянии, когда в Рязани речь идет о том, что не хватает места для создания больших парков? Почему бы не сделать из этого места парк? Вырубить половину кустарников, деревьев старых, расставить здесь скамеечки, люди бы с удовольствием приезжали и гуляли бы в центре города. Видимо, рязанцам комфортно жить в такой атмосфере. Все смирились с происходящим, и замыленный глаз не обращает внимания на горы мусора. Остается одна загадка, что происходит в голове у тех, кто устраивает эти свалки. Психологи утверждают, что такое наплевательское отношение к экологии – отражение того хаоса, который царит в головах людей и в системе их ценностей. Специалисты говорят, что это вопрос воспитания. Если вспомнить времена Советского Союза, тогда была чистота и понятие «социальный стыд». Стыдно было бросить фантик от конфеты мимо урны, натоптать грязной обувью там, где только что вымыли полы, и оставить под кустом мешок с мусором, даже если этого никто не видит. Люди, жившие в СССР, учили детей – не надо мусорить. Это наша родина, наша земля. Ее нельзя загрязнять. Понимание приходило, и в доказательство этому на улицах дежурили пионеры, которые следили за чистотой. Сейчас нет социального стыда и желания заботиться об общем. Есть только сам человек и его личные потребности, но скоро за горой мусора он станет совершенно незаметным. 22-летний британский студент делает кошельки, пеналы и другие аксессуары из крыс, мышей и кроликов, а затем продает их. Изделия молодого человека выглядят по меньшей мере странно. По словам дизайнера, в школьные годы он подрабатывал мясником, поэтому научился не только правильно снимать кожу с трупов животных, но и не испытывать при этом угрызения совести. В настоящий момент самое популярное изделие дизайнера – пеналы с белой мышки. Таким промыслом могут вполне заняться и жители одного из рязанских домов. Правда, они жалуются, что им страшно возвращаться домой. В подъезде полная антисанитария, в квартирах разгуливают мыши и крысы. Местные жители заявляют коммунальщикам, да их проблем – дело нет. Кто бездействует на самом деле, выясняла Галина Ершова. Мышиную королеву обнаружили жители обычной пятиэтажки на улице Зубковой. Здесь, в доме номер 14, уже полгода два подъезда страдают от нашествия мелких грызунов. Сначала грешили на подвал, но в ходе экспериментов выяснили, что на самом деле очаг антисанитарии находится на четвертом этаже. На балконе одна мышь, вторая, третья. И вот на сегодняшний день я поймала 44 штуки. Многие из них падают с козырька, бегают живыми по кругу. Не помогают ни отравы, ни мышеловки. Каждый день на балконе Ольга Москова обнаруживает мышиные трупы. Грызуны бегут из соседней квартиры. По кромке балкона переходят на другую сторону, забираются по шершавым стенам. Они уже сгрызли шкаф, который стоял на балконе. Принялись за строительную пену и даже занимаются каннибализмом. Завополучная квартира находится прямо за стеной Ольги. И в ней живет обычная пенсионерка. Соседка мне открыла дверь. Вот в квартире у нее такие чудеса. Антисанитария пополнейшая. В квартире дышать невозможно. Там все шевелится и дышит этими мышами. Ну, полночь чище вот сзади нас. Да. Причем несколько лет назад квартира горела. Горели из-за нее соседи. Эти фотографии Ольга сделала в квартире соседки вместе с представителем ЖЭО. Однако, по словам соседей, все обвинения в грязноте дома женщина отвергает. Говорит, что о мышах ничего не знает, а у нее просто идет ремонт. Пообщаться лично с хозяйкой квартиры нам не удалось. К домофону она не подходит. Сейчас соседи пытаются найти на нее рычаги давления. Сотрудники ЖЭО пообещали разобраться в моей ситуации. Сказали, что юрист будет заниматься моими делами. Напишет в жилищную инспекцию. Обратится в Роспотребнадзор, в Санэпидемстанцию. Но вчера была назначена встреча. Я прихожу, юрист уволился. В первую очередь, если вы попали в подобную ситуацию, начиная отехождение по инстанциям, то забудьте о телефонных звонках. Подавайте заявление в письменном виде. Именно отказы или увиливание ответственных организаций станут вашим доказательством в суде. Нужна переписка со всеми органами контролирующими и надзорными. Есть статья 20 жилищного кодекса, которая обязывает проводить так называемый муниципальный жилищный контроль. Жилищная инспекция, которая находится в городе Рязани на улице Липнихта, должна быть подключена. Управление Роспотребнадзора, администрация города Рязани расположена на улице Радищева, 28. Но понятно, что в Рио губернатор Рязанской области тоже должен знать об этой проблеме, которую почему-то не могут решить на уровне города. Подобная антисанитарная обстановка грозит владельцам соседних квартир не просто порча имущества и потраченных нервов, но и может сказаться на здоровье. Ведь мыши – это переносчики болезней, среди которых сальмонеллез, лептоспироз, чума и многие другие. А под угрозой находятся не только взрослые, но и дети, которые живут в подъезде и приходят в гости к своим бабушкам. Хочу сказать, что не исключается вероятность предъявления, в том числе, иска о выселении из данной квартиры, продажи ее и потом покупки. Но это очень долго. Понятно, что существует такая практика, она не многократные обращения такие были, но тем не менее в различных городах примеры есть. Поэтому надеяться в этой ситуации нужно в первую очередь на себя, быть смелее, напористее, а также действовать четко и методично. Ведь в нашей стране общаться нужно на языке бумаг. Сейчас мы ненадолго прервемся, не переключайтесь и смотрите далее. Отходы на полигон в Турлатве привозили из Волгограда. Должники не поедут в отпуск и о чем школьники спросят президента страны. Судебные приставы совместно с сотрудниками полиции выявляли должников среди пассажиров вокзала «Рязань-2». Граждан проверили на наличие долгов по оплате административных штрафов и другим категориям задолженностей. Почти за два месяца текущего года рязанские приставы взыскали из должников по штрафам более 120 миллионов рублей. Чемоданы собраны и билеты куплены. Прибывайте на вокзал, чтобы насладиться началом отпуска, но вас ждет сюрприз. Вам запрещен выезд. Такая ситуация, к сожалению, у нас не редкость. Штрафы накапливаются, и по достижению определенной суммы вас ожидает неприятность. Тем более на открытый период, сейчас весенне-летнего периода, люди выезжают за пределы РФ. В связи с этим они более активно узнают о своих задолженностях, потому что при задолженности свыше 10 тысяч в отношении данных граждан выносится ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Соответственно, им до выезда проще узнать свою задолженность и спокойно покинуть территорию Российской Федерации. Но сегодня у рязанцев есть уникальная возможность. Акция проводится совместно с линейным отделом полиции. Каждый желающий может подойти к судебным приставам и узнать, есть ли у них задолженность и какая она. Также сотрудники могут проверить любого посетителя вокзала на предмет неоплаченных долгов. Обычно это кредиты, долги банкам, а чаще всего это штрафы ГИБДД. Также здесь выявляют долги по алиментам. Данные акции проводятся ежегодно. Раз в три месяца они проходят в крупных скоплениях людей, как на железнодорожных вокзалах, в крупных гипермаркетах, иных учреждениях, где люди могут узнать свои задолженности. Посетители вокзала не сразу спешат к судебным приставам. Но любопытные находятся всегда. Вот и сейчас молодой человек узнает у сотрудницы, есть ли неоплаченные задолженности у него. Ну вот находился на вокзале, пока ждал свою электричку на Москву. Тут проходит такое мероприятие, можно узнать свои штрафы, налоги, штрафы. Это очень удобно, побольше таких мероприятий и в разных бы местах. У меня нет никаких штрафов, ни налогов, ничего, все хорошо, все чисто. Мы тоже решили узнать, есть ли задолженность у нас. Короткий разговор с приставом и нам выносят вердикт. В базе должников вы не числитесь. Сегодня так может сделать любой желающий. Отходы на полигон в Турлатове привозили из Волгограда. А конкретнее из волгоградского ОАО «Химпром», которая в настоящее время признана банкротом. Об этом сообщает издательство «Коммерсант». Это предприятие, некогда являвшееся одним из флагманов химической промышленности Советского Союза и России, сейчас находится в бедственном положении, отмечает издание. К моменту остановки предприятия в 2014 году на «Химпроме» имелось до 40 тысяч тонн опасных веществ, которые необходимо было вывести и утилизировать. Сейчас СКР и ФСБ проверяют, куда на самом деле были вывезены опасные вещества. Часть из них уже нашли на Рязанском полигоне. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении почвы опасными промышленными отходами на полигоне в Турлатове. По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатова размечена концентрированная серная кислота, относящаяся ко второму классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и ее деградацию. При таком состоянии почва уже не может выполнять свои экологические функции, отмечают следователи. Данный факт является нарушением требований законодательства об обращении экологически опасных веществ и отходов. Кроме того, есть угроза попадания серной кислоты в реки Листвянка и Ака. По сообщению Общероссийского народного фронта, в Турлатове химикаты привозили почти ежедневно на большегрузах. Документальных данных об основании первых десятилетий существования Свято-Троицкого мужского монастыря, что стоит на Московском шоссе, не сохранилось. Легенды связывают его появление с именем преподобного Сергия Радонежского, приезжавшего в Рязань в 1386 году с целью примирения великого князя Московского Дмитрия Донского с рязанским князем Олегом. Ныне краеведы и историки называют его Вторым Кремлем. О том, как жизнь монастыря складывается в наши дни, в следующем материале. Человеческое поселение на этой территории появилось несколько тысяч лет назад. Тысячу лет назад здесь основали крепость, и вот уже более 600 лет здесь существует Усть-Павловский Свято-Троицкий мужской монастырь. Но мало кто знает, какое культурное и историческое наследие хранится за этими стенами. Архитектурной образующей монастыря была 30-метровая колокольня, которая виднелась далеко при подъезде к Рязани. На ней было 8 колоколов. Самый большой, отлитый в 1862 году, весил более 4 тонн. Вот все, что осталось от нее сейчас. Первый ярус. Но это не единственная причина, по которой ныне монастырь не заметен, даже если находиться в непосредственной близости от него. Рязанцам трудно себе представить, что подъезжая к Кремлю, мы вдруг увидим целый набор из ангарчиков, каких-то конструкций железных. А вот высотой даже при строительстве нового здания, 5 этажей, такого себе представить нельзя. А здесь это сейчас происходит. И мы лишимся очередной красивой фанорамы, вида Кремль номер 2 в Рязани. Это Свято-Троицкий Усть-Павловский монастырь, который возник еще, возможно, в домонгольские времена. По крайней мере, дата основания его не ясна. Но уже с 15 века он существует как большой монастырский комплекс. Монастырь опоясывала ограда длиной 427 метров с пятью круглыми башнями и двумя входами. С северной стороны от железной дороги на фронтоне ворот была помещена фреска с изображением преподобного Сергия, благословляющего братью. В советские годы ограда сменилась железным забором, а монастырские постройки – цехами завода. Передача монастыря церкви началась в 1995 году и сейчас идет работа по восстановлению былого исторического вида монастырской территории. Наконец-то, к великому облегчению всех жителей Рязани, да и центральной России, вот этот слон в посудной лавке, вот этот огромный заводской корпус, который уже второй десяток лет пустует, не работает, и который так вторгся в заповедную монастырскую территорию, наконец-то он может быть будет разобран. Культурно-историческое и археологическое значение монастыря историки и краеведы сопоставляют со значением Кремля и даже называют монастырь заповедником. Когда-то на территории находился крупнейший некрополь, но в годы строительства завода памятники просто сравнялись с землей. Вот все, что осталось от некрополя. Между тем, здесь захоронен Живаго, Трубецкий и знаменитый архитектор, некогда создававший архитектурное лицо Москвы – Матвей Казаков. В 1812 году Матвей Федорович Казаков прибыл вместе с беженцами с Москвы, Наполеон, пожар Москвы. Здесь он заболевает и умирает в монастыре, он здесь остановился. Отпевали в Николодворянской церкви, но потом с крестным ходом из этого храма перенесли сюда, в Троицкий монастырь, и похоронен был здесь, в Рязанском некрополе. Архитектура и ансамблевость монастыря также не уступают Рязанскому Кремлю. Полтора десятка объектов – братский корпус, настоятельский корпус, два храма, сторожевые башни, трехъярусная колокольня, от которой остался только один ярус. Святые врата, возле которых растет древний дуб, овеянный легендами. Ну, якобы, он посажен от желудя, который привезен паломником с Хеврона, где дуб маврийский, настоящий дуб маврийский, так сказать. Вот, и где был явление Троицы, праведную Аврааму. Ведь именно, может быть, с этим и связана посадка этого дуба. Ему больше двухсот лет, как говорят дендрологи. Несмотря на то, что монастырь расположился практически прямо на московском шоссе и, можно сказать, встречает гостей, въезжающих в Рязань со стороны столицы, о реальной красоте и значимости его не догадывается даже большинство жителей Рязани. А ведь когда-то в устье Павловки, на самом краю города, окруженный заливными лугами и дубовой рощей, он красовался и был заметен издалека. Закрытый цехами завода, теперь он под угрозой спрятаться за новой многоэтажкой. И тогда существование маленького, окутанного историей и силой места будут вспоминать разве что настоящие ценители. Объект уникальный, не только для нашего города или края, может быть, даже для Центральной России точно, а может быть, и всероссийского масштаба. А если оно еще освящено именем Сергия Радонского, который здесь по монастырскому преданию обнощевал и дальше отправился в Переславль, в Кремль, для того, чтобы помирить двух великих князей Дмитрия Донского и Олега Ивановича Рязанского. Причем дружба это не просто скреплена была браком их детей, а начался после этого процесс собирания земель вокруг Москвы. И родилось государство, в котором живем мы, нынешняя Россия. Рязанские школьники смогут задать вопрос президенту. Проект реализует в еженедельном издании классный журнал для детей от 7 до 13 лет. Вопросы детей с ответами спикеров будут публиковать в специальной рубрике. Самые интересные передадут в администрацию президента. Прямая линия с президентом России проводится у нас каждый год. И любой желающий может задать интересующий его вопрос. Помимо животрепещущих тем, на главу государства сыпятся и странные вопросы. Так, например, в 2013 году россияне спрашивали, когда в России примут федеральный закон о пчеловодстве, который будет защищать покусанных граждан. В том же году прозвучал и самый простой – когда все будет хорошо. Все эти вопросы задают взрослые люди. Но порой спросить о чем-то важном удается и детям. В 2008 году девочка Даша из Бурятии дозвонилась президенту и в прямом эфире попросила у Путина платье на Новый год. «Станьте добрым волшебником», – сказала девочка по телефону. После чего президент пригласил ее и всю семью отпраздновать Новый год на елке в Москве. В этом году школьникам предоставляют уникальную возможность спросить что-то у президента. Крылатое выражение «устами младенца глаголит истина» по-прежнему актуально. Поэтому мы решили узнать, какой бы вопрос ребята задали Владимиру Путину, будь у них такая возможность. В России проходит акция, что могут школьники задать вопрос президенту. Будь у тебя такая возможность, какой бы вопрос ты задал президенту? Почему пенсии такие маленькие? Я хотела задать вопрос, как стать профессиональным футболистом. Зачем нам Крым? Будут ли в России когда-нибудь нормальные дороги? Почему у нас дороги такие плохие? Какой новый состав сборной России будет? Почему в нашей стране такая коррупция? И почему, так сказать, она не сокращается? И почему так медленно происходят работы по этому поводу? Когда рубль поднимется? Я не знаю, меня все устраивает. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте. Город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки»